По имеющейся официальной информации, сегодня на Чукотке проживают семь ветеранов Великой Отечественной войны. Из них четыре – труженика тыла. Есть и жители блокадного Ленинграда. В канун Дня Победы все они на дому принимали поздравления. В Билибино и Анадыре их навестили офицеры Чукотского управления Следственного комитета. В гостях у Миланьи Селивановой. В эти дни женщине скучать не приходится. Каждый день новая встреча. Губернатор, члены правительства, волонтёры, офицеры, ветераны не забывают. В свои 90-е Миланья Илларионовна бодра и крепка духом. Только страшные годы войны вспоминает с комом у горла. Она совсем молоденькая девочка, была вынуждена очень быстро повзрослеть. Вы приходите завтра, это Валентина Андреевна говорит, вам расскажу, как, что вот будет первый раненый, как обрабатывать, как там. Некоторые, которые увидели вот этих раненых, это, эту боль дикую, ребят, кровь и всё. Некоторые не смогли. Но я, знаете, не знаю, я так обрабатывала раны, так их очищала, пока было чем. А потом, ну это было целое дело. Так и прошли боевые дни своей юности. С 41-го по 45-й она, будучи подростком, оказывала медицинскую помощь раненым бойцам и спасала их жизни. В это же время, но уже в городе Билибино, сотрудники межрайонного следственного отдела навестили и поздравили ветерана Великой Отечественной войны Надежду Самойлову, которая, будучи ребёнком, пережила блокаду Ленинграда.